МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родился я в Чистопольском районе, Татарской республики. В 21 год там нашел супругу, и сразу же приехали в город Чбоксары. 51 год назад это произошло, 1968 год. Побывали на крутом Волжском берегу, увидели красавицу Волгу, и, надо прямо сказать, мы в этот город влюбились с первого взгляда. Мне понадобилось всего три дня, чтобы стать рабочим Чебоксарского агрегатного завода. Тогда он назывался завод тракторных запасных частей. За те 50 с лишним лет, которые мы прожили, город Чбоксары изменился неузнаваемо. А тогда, когда мы приехали, он был гораздо меньше. Скажем, в юго-восточном направлении он ограничился остановкой энергозапчасти. Крайные здания были. Это завод энергозапчасти, завод тракторных запасных частей. Не было таких заводов, как ЖБК-9, не было ТЭЦ-2, не было ничего, что позади них. Со стороны юга город ограничился вокзалами автобусным и железнодорожным. Я имею в виду пригородный автовокзал. Нынешнего современного вокзала не было. Со стороны северо-запада город ограничился экономическим факультетом Чуварского государственного университета. Остановка Судгородок была последняя, до куда доходил троллейбус. Город и тогда создавал хорошее впечатление своей ухоженностью. Но не везде так было. Вот, скажем, такое место, как Красная площадь. Это не та Красная площадь, которая сейчас. Она находилась на месте теперешнего залива. Дома были, в лучшем случае, двухэтажные. Были и одноэтажные, и деревянные. Так называемые газончики ограждались штакетником. Здание Верховного суда, например, было двухэтажное и деревянное. Строительство структурных заводов потребовало новых энергетических мощностей. И возникло строительство ТЭЦ-2. В это время активно строилась гидроэлектростанция в городе Новочебоксадск. А это потребовало больших благоустроительных работ по берегу укреплению, по сносу жилья, неблагоустроенного жилья. То, которое подлежало затоплению. Даже в зону затопления попадали такие объекты, как бывшая кондитерская фабрика, которую пришлось перенести. И благодаря этому возникло современнейшее по тем временам, да и теперь самое современное предприятие, кондитерская фабрика АКОНТ. Появилось пивоваренное предприятие, новое, тоже оснащенное по последнему слову технике того времени. Появился элеватор. Все это было в Калининском районе и памятно мне тем, что я как раз вот курировал вопросы экономики в партийном органе того района. А здесь, когда я перешел в Ленинский райисполком, значит, очень большая работа предстояла по сносу и переселению людей, которые проживали вот в этом ветхом фонде и который сейчас был бы затоплен. Но весь этот, прямо скажу, хлам по теперешним понятиям удалось перенести. Сейчас в Ленинском районе вы не найдете так называемых засыпушек, не найдете совсем уж ветхого жилья. Все это снесено, а люди переселены в благоустроенное жилье. Благодаря этим стройкам, благодаря этим работам город увеличился на целую треть. Возник новый южный район. В Ленинском районе целый микрорайон Рябинка, два других примыкающих к нему микрорайонов. Я с удовлетворением хожу по улицам города сейчас, общаюсь с людьми, никто не даст соврать, что город развивается, город хорошеет, город поднимается на новую высоту. Я должен, считаю долгом отметить, что вот в период работы Вершина, Шалимова, я тогда был в должности председателя райисполкома Ленинского, город был удостоен ордена Трудового Красного Замени за победу во всесоюзном экономическом соревновании. Подчеркиваю, во всесоюзном. Тогда еще СССР существовало. Позднее, уже в период работы команды Игумнова, по итогам 2001 года, город Чебоксары удостоен звания «Самый благоустроенный город Российской Федерации». Конечно, диплом получен уже после, в 2002 году, но напоминания об этом тоже еще имеют место быть. А баррельеф ордена Красного Знамени и сейчас красуется на здании городской администрации. Нынешние руководства республики и города Чебоксары вполне справляются с теми новыми задачами, которые на их плечи легли и которые, надеюсь, еще будут ложиться. Они с каждым днем, с каждым годом усложняются. Я думаю, что все будет хорошо. И хочу пожелать всем горожанам и руководству города новых успехов. Всех хочу поздравить с наступающим юбилеем города Чебоксары, 550-летием образования, здоровья, успехов и благополучия. Благодетствую всем! Субтитры создавал DimaTorzok